Ребятки, всем привет! С вами Александр, Монстр Ледженд и наш какой-то Мишин номер 6, то есть шестой наш монстр и последний в этом подземелье, который можно получить без кристаллов, ну без затрат кристаллов существенных. Это у нас Мега Остео. Итак, чтобы его получить, нам в принципе понадобится 3 дня 16 часов, пишется, чтобы получить его за 0 кристаллов. Итак, нам нужно собрать 24 скелетика рыбки с шансом 40%, но почти каждое второе кормление должно давать нам рыбку, но в общем-то очень сомневаюсь, что оно так будет. И всего лишь можно собрать 2 косточки за раз, то есть и за 8 часов всего лишь 2 косточки нам дают. То есть 1 косточка каждых 4 часа появляется очень долго, очень. Потом нужно выполнить у нас, конечно же, 3 сражения, которые мы сейчас делаем, потом 7 сражений на арене, ну 7, точнее 8, за первые нам же как всегда нифига не дадут. Потом 5 высиживаний у нас имеется, тоже 1 высиживание 8 часов, туда больше 2 дней будем только высиживать и невероятно долго, 43 звездочки за сбор золота с шансом 30% и 1 звездочка появляется раз в 2 часа. То есть только это задание по звездочкам можно максимум быстро выполнить за 3 дня 6 часов. Ну в общем-то вот такие вот дела. Это самое длительное у нас задание. А, 3 дня 16 часов, чтобы получить 24 косточки. В общем-то этим-то и определяется. Честно говоря, может даже за 4 дня 7 часов, которые у нас остались, все-таки вот это вот кормление с бурзолотом вероятно всего мы не выполним. Так, вот такие вот у нас будут 3 сражения. Первое это у нас Гастос, Квишаваст, Донат Тёртл. Потом второе сражение это Шок Тёртл, Ворона, Фриза. И третье сражение это Дроп Элементаль, Кавен Фиш и Сфернус. Ну а мы сходу приступаем. Приступаем к первому сражению, потом пойдем собирать золото. И будем кормить чудищ. Кормить и параллельно, конечно же, выращивать. Высиживать, точнее. Так, наборчик у нас здесь стоит, мой любимый. Сильный. Так, вот так вот. Так, заморозки у нас один неуязвим, а второй за счет снижения вероятности негативных воздействий. У нас черепашка выжила, но... Ну на этом ее везение закончилось. Так. Что теперь у нас? Теперь пойдем кормить чудищ. Точнее не кормить. Попытаться собрать 4 звездочки. Вот, только что пролетели наши 4 звездочки. Да, 4 звездочки. Теперь все, в общем, так говорится, можно идти курить трубку на 8 часов по этому параметру. Так, теперь давайте кормить. Для кормления всего лишь нам нужно 2... Так, стоять не туда. Всего лишь 2 косточки. Это такой ужас, просто жесть. Плюс 2 дали нам. Так, шанс был 40%. Вообще не понимаю, как это может быть. Закормление чудищ 40%. Как они считают, я покормил сколько? Ну я покормил же не 4 раза, я покормил раз 10. Так что с этим делом не все понятно. Так, давайте его продадим. Так, и пойдем сейчас пытаться получить хэтч. Так, поместить. По-моему, ребятка говорили, что можно их и не усиживать, можно их сразу продавать. О, яйцо дали. Яйцо дали, то есть... Ну все, в общем-то, это задание мы тоже с вами выполнили. Повыполняли, что могли. Теперь нужно идти на арену. На арену и фигачиться. Фигачиться. Ну вот сейчас еще раз проверим, дадут ли нам. Ну и в общем-то, это будет наш будущий соперник. Так, ворона здесь у нас в первых рядах. Ну, заморозка, наверное, на нашего нижнего монстра не наложится. У него, у него, он, оби, обилити называется пофигизм на все. Блин, еще и замешательство у нас фирмса. Вот это. Сегодня какое-то мне тяжелое утро. Какие-то злые мне соперник попадаются. Да, эффекты, конечно, на него вообще не накладываются. Замешательство. Это вообще шедевр. У-у-у, бедный мой лорд. Вольт его, конечно, конкретно прижарил. У-у-у, у него было два удара в ряд. Ну, но он и поплатился. Так, сфирмс восстановился, можно так сказать. Так, замешательство, да, на тебе есть или нет? Нет замешательства уже? Интересно. Так, это хорошо. Давайте я его запарализую, может быть. Е-е-е-е, прошел таки паралич. Итак. Пора прощаться с креветочкой. Так, и с тобой тоже пора прощаться. Эй, заморозка прошла, все. Сдал его этот, его особенность. Минус 50% шанс нанести ему какой-то... Какую-то хрень. Ну все, мы справились. Ну и сейчас смотрим. Дадут ли нам... Как я вам говорил, нифига нам, ребятки, не дали. Так, за трезубцами посейдона будем сражаться с такими соперниками. Так, опять этот лев, опять эта грязь и опять этот динозавр. Так, ну что, понеслась. Жирные какие-то, да? Ну что, давайте раздеться с такими. У нас, кстати, наш соперник. Назвали его Кейко. Ну, это классно. Классно нам попался. Супер удар лорда. Получаем 100% все. Так, и водомагма походит. Обсидия очень медленный. Ха-ха-ха. Может, когда магма его из... Я его изорвлю, а дома. Так, главное не использовать удар, который сейчас отменит буст в 100%. Такое часто бывает. Ой, да, горел. Мегатрончик наш, забыл. Как это мега... Мегаболт. Как-то так его зовут. Еще один копейчик посейдона. Так, шок. Торзил, Фриза и Варуна. Оу, на, Варуна тоже. Так. Ну, сейчас будем раздавать. По классической схеме. Усиляемся. А вот здесь делаем не по классической схеме. Так, так, так. Очень так бесполезно. Первый у нас атакует кто? Снеговик. Так, сработало. Без проблем. Крепкий снеговик у нас попался. Черепашка очень медленная. Мы успели походить два раза. Ну и прощай, черепашка. Черепашка по имени Наташка. Была такая песенка когда-то давно. Итак, ребяточки, у меня поломалась моя старая гардитура самсунговская, которая прослужила мне верой и правдой много лет. И вот я купил кресины C120. Думаю, звук будет чуть получше вам. И давайте выполним наше третье сражение. Ууу, как громко. Так, но немножко сделаю тише. У меня в наушниках просто кошмар какой творится. А нужно ставить громко в телефоне, чтобы на записи звук получился нормальным. Но в ушах у меня получается очень громко. А программа пишет две звуковые дорожки вместе, потому как бы нельзя отдельно отрегулировать звук. Так, а тем временем Ковенфиш сволочь вывел из строя водомагму. Так, но у меня есть на него чем его удивить. Есть у нас еще и пара лично, не только заморозка. Так. На-на-на-на-на-на. Давайте усилим. Так, блин, сейчас меня будет атаковать. Ха-ха-ха. А почему у него удар такой был без заморозки? Вот в чем вопрос. У меня с заморозкой. Ха-ха-ха. Так. Водомагма. Жарить. Надо жарить. Ху-ху. Жарим всех. Я думал Ковенфиша вывести из строя, но походу вывел из строя всех. И, в общем-то, выполнили мы уже все задания по сражениям. Ну, осталось бесконечно долго собирать награды за еду и за золото. То есть, это нереально долго просто. Все остальное выполняется легко. Высиживание яиц выполнится еще сегодня. Плюс один. То есть, три яйца за день. Примерно. Ну, можно и четыре, если уж там немножко не доспать, как говорится. Да и ПВП тоже можно выполнить за день. Ну, такие дела. И что же, ребятки. Вот подошли мы таки к концу. К концу битвы за Мега Астеума. Этого нашего скелетика огнедышащего. У нас он к какой к стихии у нас относится это существо? Стихия огня. Да, все правильно. Похожен, конечно, как я говорил, больше на какого-то Овераптора. Овераптора или Гиганнораптора. С клювом. Такой, как у птички. Так, нам осталось собрать всего лишь одну пимпочку золотую. Я думаю, мы сейчас ее сразу же и соберем. Так. Все строится, все перестраивается. Так, дайте мне одну звездочку-то. Вот. Дали нам одну звездочку. Все торжественно, мы можем ее получить. Ух, смотрите, как прикольно. Прикольно выглядит у него яйцо. Высидеть могу? Да, да, да. Сразу давайте поставим ее на высидку. И она занимает у нас два дня один час. Вот такое вот у нас яйцо. Там высиживаются, там еще попутно высиживаются. Роркал. Высидевается ультработ. Я вам мегаботом, по-моему, когда-то назвал. Так, и что у нас по... По... Нардии, как там зовут нашу эту... Недарья. Недарья зовут ее правильно. Это миссия номер 7. Стоит он 1190 у нас. Это получается даже какой-то дисконт 30% присутствует. Потому что есть еще вариант, когда она стоит 1700. Так, так, так. Вот такая вот у нас дамочка. Очень уважаемый дух в подводном мире. Она становится проводником для тех, кто потерялся в бескрайнем океане. И защищает всех пострадавших водных чудищ. Вот такие вот дела. Ну да, кажется, она, по идее, со скидкой стоит. И что нам тут нужно сделать? Собрать, вырастить 8 чудищ. Одно чудище за 8 часов. Ну, то есть, вы понимаете, что это все сразу занимает 2 дня 8 часов. Кормить своих чудищ. Это занимает 2 дня 20 часов. Потом, ну, 3 битвы. Это легко. В принципе, одну битву мы сейчас с вами сделаем. Почему бы и нет? Так, и... Так, 3 зубцы собрать на это 16. 16 часов. То есть, это быстренько. Это можно выполнить. И вот дольше всего это собрать 68 звездочек. На это уйдет минимум 3 часа 10 минут. А, 3 дня 10 часов и 40 минут. Но это теоретически, что невыполнимо. То есть, на самом деле уйдет больше, чем 3 дня. Тут за 4 дня, наверное, это все дело не выполнишь. Так, ну, а напоследок, в завершение нашего острова, мы выполним последнюю битву. 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 Вода, магия. Давайте кого-нибудь сменим. Мне нравится драться, допустим, вот так вот. Так, у нас руна ножистые, да? У... 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 Не буду использовать заморозку с фирмуса. Чтоб... Была битва. Так, ну а теперь, кого можно прихандокать? Давайте мусу пробьем немножко. Ну, и вот так вот можно. Это вообще всегда хорошо. Мусу уже ушел от нас. Мусу нас уже покинет. Ну, давайте парализуем их. Ну, и я специально, как видите, не хочу их убивать. Хочу, чтобы битва длилась подольше. Подольше. Ой, мусу нас уже покинули. Так. Блин, у нас фирмус. С фирмус, как часто атакуют. Смотрите, а... А почему я МЛ1 Ямато атакует? Бог знает где. С фирмус атакует. Потом вода магма. Потом снова с фирмус. И потом у вас Ямато атакует. Так, ну ладно. Давайте пропустим. Давайте пропустим. Так, давайте сожжем. Фридом Физера я даже помню как его зовут. Так, атакуй. Ну, ребята, я старался. Я старался их не убивать. Вот так вот. Ну, в общем-то, ребятки, на этой торжественной ноте наш остров закончился. Получили мы. Получили мы с Леджера. Получили. Получил есть термо. Это не какой-то немецкий язык. Получили Анаитис. Так. Получили. Ультработ растет сейчас. Роркол растет сейчас. Так. Ну, в общем-то, получили. Кого получили. Вот здесь у меня гуляет. Ух ты еще две. А, ну да. Это мы уже начали собирать. Новый челлендж. Вот у меня. Это чудище. А где у меня Анаитис? Я вам, ребята, наверное, сейчас я не скажу. А, вот здесь. Здесь я вижу с термом у меня гуляет. Вот стер. Стерман очень маленький. Мы ничего с вами вместе его вырастим. Еще звездочку дали. Так. А где же Анаитис у меня гуляет? Кто бы сказал. А, не. Вот она. Вот она. Вот наша Анаитис. У нее прям рот, как мне напоминает, знаете, Милену. Из Мортал Комба такую зубастую, зубастую пасть. Что ж, ребятки. На этом с вами прощаюсь. Остров Атлантиды нас тоже прокидает. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok